У этих районов есть как большой плюс, так и большой минус. Как защитить себя, защитить свое имущество. Территория комплекса, она закрытая, то есть посторонние сюда зайти не смогут. Посмотрите, какая здесь красивая территория. Это уже не те дворы, которые мы с вами видели. Здесь можно отрабатывать различные удары. Это джеб, либо двоечка. Не нужно на квартиры вешать какие-то циферки из магазина хостоваров. А также полностью застекленный балкон. Друзья, кто из вас был в районе Восточно-Кругляковском, районе Губернском? Сегодня мы приехали сюда, чтобы снять для вас видеообзор на жилой комплекс, который находится в этих районах. Как вижу я, человек, который долгое время работает в сфере недвижимости, у этих районов есть как большой плюс, так и большой минус. Плюс заключается в том, что раньше здесь были поля, а дальше просто окраина города. А сейчас эти поля активно застраиваются и развиваются. И вот эта вот часть становится неким таким центром. И я думаю, многие со мной согласятся, особенно те, кто живет в окрестностях этого района, что здесь раньше строили новые дома. Но что стало с придомовой территорией? Что стало со многими подъездами? Большое количество маргинальных личностей в вечернее время ходят, вандалят, ломают детские площадки, пьют, машины некуда поставить. Район-то хороший, строят хорошие жилые комплексы, классную придомовую территорию, красивую, крутую инфраструктуру. Но сюда приходят те, кто некогда там в 18-х годах покупали квартиры еще по низким ценам, и у них нет той придомовой территории, которая есть здесь. У них она скудная. И они сюда приходят, и не то чтобы на зло они это делают, но они просто это не берегут, потому что они за это не платили, они это не строили. Но вы, покупая здесь квартиру, вы же платите не только за квадратные метры, а за всю эту территорию, за входные группы, за детские спортивные игровые площадки, за социальную инфраструктуру. И хотите как можно дольше это все сохранить. Ну а как это все сберечь? Как защитить себя, защитить свое имущество, своих детей? Как раз в сегодняшнем видеообзоре об этом и пойдет речь. Про единственный жилой комплекс закрытой территории в этом районе. Это жилой комплекс «Улыбка». Всем привет, друзья! С вами компания «Ассоциация застройщиков». Ёлкин Алексей, и мы начинаем. Друзья, небольшое отступление. Пока мы ехали в жилой комплекс, мы наткнулись вот на такую детскую игровую площадку. И посмотрите, как она выглядит. Я бы не сказал, что она новая, да? Она, наверное, уже давно здесь стоит, но она вся поломана, вся разукрашена. На земле вместо мягкого покрытия резинового здесь разбросан какой-то щебень, ветки и крышки от бутылок. И детки просто здесь играют. Они вынуждены здесь играть. И я думаю, это катастрофа, потому что вы же, покупая квартиру, вы же хотите гулять с детьми, играть с детьми в красивых, новых, современных площадках. Комфортно проводить время. Ну и, конечно же, дети и родители с этих домов хотят так же это делать. Но вот просто посмотрите, честно скажу, мне очень тяжело. Посмотрите просто вот на этот мусор. Здесь разбросаны различные бутылки, я не знаю, вплоть до шприцов. И это все тоже восточно-кругляковский район. Честно сказать, это катастрофа. Открытое пространство и незащищенная территория как раз и приводит к таким последствиям. И каждый последующий новый жилой комплекс рискует попасть под такой вандализм. Кроме нашего сегодняшнего героя, о котором сейчас пойдет речь. Жилой комплекс «Улыбка» строится на земельном участке 1,6 гектаров земли. Состоит из двух 24-этажных домов, а также одноуровневого подземного паркинга. Почему же жилой комплекс «Улыбка» называется именно так? Да все очень просто. Он расположен на участке в форме полукруга, то есть в форме улыбки. Отсюда соответственно и название. Далее по комплексу. Все первые этажи с первого до последнего этажа, до 24-го, жилые. То есть коммерческих помещений в комплексе не будет. Они все будут вынесены за территорию. А также, как я уже сказал, территория комплекса, она закрытая. То есть посторонние сюда зайти не смогут, и вы спокойно сможете отпускать своих детей, погулять во дворе, не опасаясь того, что кто-то из соседних домов сможет сюда зайти. Друзья, сейчас я нахожусь рядом с макетом жилого комплекса «Улыбка» и вкратце расскажу, что здесь будет, а после пойдем и посмотрим все вживую. Как я уже сказал, это два 24-этажных дома. Последние этажи будут с витражным остеклением, а 24-й этаж будет с повышенной комфортностью. То есть потолки будут грильята с мягкими точечными светильниками. И двери там будут именно сейфовые. Все двери в жилом комплексе «Улыбка» стандартные, на 24-м этаже уже повышенной комфортности. Далее, вся территория закрытого типа, как я уже сказал, въезд будет осуществляться через ворота. И на территории комплекса самой также располагаются и парковочные места, и въезд в подземный паркинг, на котором также будут размещаться и машиноместа. Дворовая территория, она отзонирована. Есть спортивная площадка, то есть также отзонированная с различными силовыми тренажерами для кроссфита, турники, брусья. И всем этим можно будет пользоваться жителям данного комплекса. А также есть зона отдыха для родителей, для взрослых, и площадки детские и игровые для деток. Рядом с самим комплексом расположен спортивный комплекс «Баланс». Он трехэтажный, и в него также можно будет ходить, буквально перейдя дорогу. Находится он в 10 метрах от комплекса. И я думаю, это большой плюс, особенно для спортсменов, тех, кто занимается спортом. А сейчас пойдемте к сам комплексу. Сейчас я нахожусь в самом центре жилого комплекса «Улыбка» между литером 1 и литером 2. И посмотрите, какая здесь красивая территория. Это уже не те дворы, которые мы с вами видели. При этом она вся закрытая. Позади меня устанавливают различные лазалки, прыгалки для деток. Справа от меня выполнена песочница с ручным эскаватором для деток. То есть в моем детстве такого не было. Я думаю, деткам будет интересно поиграть, потому что интересно даже мне. Справа от меня выполнен вход в подземный паркинг. А вот здесь уже устанавливают зону отдыха для родителей. То есть, согласитесь, это логично. Родители здесь отдыхают, наблюдают за детками, а детки там играют. Далее здесь есть здание. Это въезд в сам подземный паркинг, и крыша у него эксплуатируемая. То есть на стелобате здесь будет располагаться также зона отдыха, так скажем, коворкинг-зона. В самом верху будет зеленая зона, различные кустики, травки будут посажены. И здесь можно будет как раз наблюдать за вот этой спортивной площадкой, на которой устанавливают уже баскетбольное поле, теннисные столики, брусья, турники. И собирая здесь команды, тут могут также находиться и зрители, которые будут за вас болеть. А по ту сторону, литера 2, располагается уже спортивная площадка прям для взрослых, взрослых деток, либо родителей. И сейчас мы с вами как раз ее и посмотрим. Спортивная площадка, о которой я ранее говорил, находится как раз вот за литером 2. И посмотрите, как она качественно выполнена. Прям на совесть. Это не те площадки, которые мы видели ранее в тех дворах. За моей спиной сейчас строители укладывают резиново-каучуковое покрытие для дополнительной безопасности, для вашей дополнительной безопасности. И там уже установлены спортивные тренажеры, такие как гантели, брусья, турники. И по эту сторону также располагаются тренажеры. Это боксерские груши. Здесь можно отрабатывать различные удары. Это джеб, либо двоечка, либо почтальон. У каждого свое. Здесь также устанавливают и штангу для приседа. То есть, либо приседать, либо качать бицепс. Кому как. Также есть и брусья, и турники, и зона, спортивная зона для качания пресса. А вот эта вот полоса, она предусмотрена для выпадов. То есть, силовых выпадов, чтобы качать уже ноги. Но также здесь можно и отрабатывать бой с тенью. Ну, согласитесь, за эту спортивную площадку нужно обязательно поставить лайк. Ну, а мы идем дальше. Друзья, а сейчас посмотрите, как выглядит подземный паркинг. И я уверяю вас, вы такого точно не видели. В рамках одного этажа парковочных мест здесь используются два уровня. То есть, первый уровень и грузоподъемностью до 2,3 тонны поднимает машину и здесь становится и второй уровень. Ну, представьте, где вы вообще такое видели. При этом, ну, в феврале месяце действует акция. При покупке парковочного места можно получить скидку 8 тысяч рублей с квадратного метра. Ну, не подарок. Подарок, конечно же. Поэтому обязательно пишите мне по номеру телефона, который видите на экране, либо звоните. Я вам помогу с выбором квартиры и также парковочного места. Так как я могу с уверенностью сказать, что эти парковочные места можно назвать просто семейные. Парковочное место для мамы и парковочное место для папы. А также переходите к нам на сайт компании Ассоциация застройщиков. Ссылка будет в описании. Смотрите актуальные цены и наличие планировочных решений, которые обновляются ежедневно и подбирайте для себя самое лучшее. Ну, а мы идем дальше. Технология строительства здесь применена монолитно-перекрестно-стеновая. Внешние проемы домов заполняют газосиликатным блоком 250 мм, утепляют минеральной плитой 100 мм и облицовывают вот таким вот красавчиком керамическим кирпичом. Внешнюю плиту перекрытия утепляют. И застройщик об этом позаботился, чтобы не было моста, холода. При этом межквартирные перегородки также газосиликатные 250 мм, а межкомнатные уже идут 100 мм из газосиликатного блока. Пойдемте посмотрим входные группы. Входные группы, как и в большинстве жилых комплексов, выполнены с двумя входами. Один на лестничный марш, который расположен слева от меня, а другой в лифтовый холл, который располагается позади меня. Входные группы имеют безбарьерную среду, то есть без ступеней и пандусов. Это очень удобно, особенно для мамочек с колясками, либо для маломобильных групп населения. Вход в подъезд осуществляется через вот такие вот витражные двери. Они, кстати, зимние, потому что здесь есть утеплитель в качестве термовставки пластиковой. Ее еще также называют термомостом, который отделяет холодный воздух с улицы от теплого помещения. И обратите внимание, что здесь установлена современная система премиального качества BAS IP от европейского производителя. На данный момент это самая лучшая система домофонии, которая только есть. И она здесь установлена во всем комплексе. Если захотите, можете прочитать про ее функционал в интернете. Но также вы можете установить медиаэкран от этого же производителя BAS IP к себе в квартиру. И он будет пользоваться тем же функционалом, что пользуется здесь и в подъезде. Но об этом нужно будет обговаривать уже с управляющей компанией. А сейчас пойдемте какие... Заходя в подъезд, мы попадаем в тамбур, который служит отсечением холодного либо теплого воздуха в зависимости от время суток с улицы от помещения. Здесь есть вот такая вот кнопка. Это кнопка открытия дверей. Ее можно не трогать руками, не подносить ключ, а просто поднести ладонь, и дверь автоматически откроется. По отделке что здесь есть? Это керамогранитная плита широкоформатная на полу, она графитового цвета. На стенах она выполнена в более таком эко-стиле, в деревянном, природном. А также есть элементы и белой глянцевой плиты, и все это в совокупности выглядит очень красиво. А сейчас пойдемте все-таки и посмотрим, как выглядит основной холл. Общественный холл довольно просторный, он делится на несколько секций. Слева от меня расположена лапомойка и колясочная. Там можно будет оставлять велосипеды, самокаты и не нести это все к себе в квартиры либо на этаж. А также можно будет помыть лапы вашим питомцам. Справа от колясочной и по мою правую руку вмонтированы почтовые ящики в стену. Слева здесь устанавливают пандус и ступени. Это сразу идет вход на первый жилой этаж. И пандус здесь предусмотрен именно для мамочек с колясками и для маломобильных групп населения. Сразу скажу по отделке. На полу здесь уложена керамогранитная плита, широкоформатная, графитового цвета. Потолки здесь двухуровневые, гипсовые, с точечным освещением. И в центре потолка установлена вот такая шикарная люстра. А также есть и черная, и белая керамогранитная плита в таком мраморном стиле. И выглядит это очень красиво. При этом компания сохранила эко-стиль в комплексе, установив керамогранитные плиты в таком природном деревянном цвете. Это очень красиво. В лифтовом холле устанавливают три лифта. Два пассажирских, один грузопассажирский от фирмы ELM. Это прошлая фирма Otis, но из-за санкции она у нас ушла из России и устанавливают ELM. Грузопассажирский лифт спускается и на минус первый этаж, на парковку и кладовым помещениям. Их также можно купить. И всю эту информацию можно посмотреть у нас на сайте компании Ассоциация застройщиков. Ссылку я оставляю в описании. Выбирайте для себя подходящее приложение и звоните мне по номеру телефона. Решим ваш же лишний вопрос. На каждый лифт устанавливают по кнопке и при этом на каждом этаже есть вот такая вот панелька в которой виденный этаж. Это очень удобно посмотрев на этаже на каком где находится лифт можно выбрать самый ближайший нажать кнопку и лифт к вам придет. Далее здесь будет установлено большое зеркало шикарное зеркало в которое можно будет смотреться когда вы куда-то идете и как любит большинство девушек делать селфи при этом здесь точечный мягкий свет и фотография получится очень красиво. а напротив установлено уже окно оно выступает в качестве второго света и здесь не будет ощущения такого подвального помещения здесь будет и естественный свет и освещение в виде точечных светильников а сейчас вместе с вами пойдемте на верхние этажи выходя из лифта мы попадаем в лифтовый холл по отделке здесь все немного проще чем на первом входном этаже так скажем стены и потолки в декоративной штукатурке а на полу уложена керамогранитная плита графитового цвета здесь также выполнена и номерация по квартирам и по этажам и есть выход на общественный балкон самый главный момент на жилом этаже это то что застройщик позаботился о будущих собственников по факту он мог здесь установить дверь выполнить дополнительную квартиру и весь этот комплекс все эти дома были бы такие же как и большинство других жилых комплексов но как сделал застройщик он поставил пожарную дверь здесь с другой стороны поставил пожарную дверь и разделил это на левое и на правое крыло в итоге в каждом крыле небольшое количество квартир и это создает уют для будущих собственников кстати говоря сам комплекс и весь проект сдается в марте этого года то есть получить ключи можно уже в марте но квартиру можно приобрести как и по господдержке так и по семейной представьте это все в данном доме поэтому обязательно звоните мне и подберем для вас лучший вариант а сейчас пойдемте на жилой этаж на жилом этаже так же как и в лифтовом холле по отделке все стандартно стены и потолки в декоративной штукатурке а на полу уложена керамогранитная широкоформатная плита в каждом крыле на каждом этаже устанавливают вот такие стандартные электрощитовые и гидранты пожаротушения и что немаловажно в каждом крыле устанавливают и коллекторную систему отопления что обеспечивает минимальную потерю отопления тепла по квартирам здесь устанавливают и счетчики и краны которые в случае если вы уехали из квартиры можно будет перекрыть и не платить за отопление вовсе так же устанавливают и коллекторную систему водоснабжения на холодную и горячую воду так же с счетчиками откуда управляющая компания самостоятельно считывает все показания и вам это делать не нужно что касаемо дверей я думаю вы со мной согласитесь они здесь стандартные и я бы их заменил бы просто и рядом с дверьми устанавливают вот такие вот таблички это навигационные таблички по квартирам в таком черном стиле и нумерация белого цвета выполнена честно скажу очень красиво и мне нравится не нужно на квартиры вешать какие-то циферки из магазина хостоваров ну а по системе сигнализации пожаротушения здесь все стандартно устанавливают кнопки дымоудаления и датчики пожаротушения а сейчас пойдемте посмотрим квартиру квартиру которую мы с вами сегодня посмотрим это квартира выполненная в базовой отделке мы покажем вам в каком виде собственники будут ее получать после подписания акта приема-передачи что здесь выполнено и что подразумевает под собой базовая отделка ну во-первых на полу выполнена механическая полусухая стяжка пола выполнен полный ввод электрики до квартиры с установкой электросчетчика далее вы полностью делаете разводку по квартире самостоятельно выполнен также вот и интернета и телевидение и дымофонии также это очень удобно вам не нужно будет это все делать также устанавливают и радиаторы конвекторного типа и полностью застекляют балкон ну а что по квартире площадь этой квартиры 35,1 квадратный метр это однокомнатная квартира и коридор здесь 4,5 квадратных метра его можно использовать по назначению то есть поставить сюда полку для обуви повесить вешалки установить зеркало и перед выходом по делам можно будет еще раз прикраситься площадь санузла здесь 4,2 квадратных метра и он довольно просторный поэтому здесь все будет прекрасно помещаться здесь можно будет установить ванну сзади меня поставить унитаз расположить раковину и хватит места для стиральной машины обратите внимание что здесь уже выполнен уравниватель потенциалов который нужно подсоединять к ванной и в случае если вас заливают соседи вас не ударит током он обязательно нужен также здесь буквально 30 сантиметров от уровня пола выполнена гидроизоляция и установлены трубы холодной горячей воды и канализации и еще один немаловажный фактор обратите внимание на вентиляционный канал потому что он выполнен из керамического бутового кирпича не из газосиликатного блока не из керамзитобетонного блока а именно из кирпича который имеет влагопоглощение до 1% в случае с газосиликатным например блоком он имеет пористую поверхность и будет впитывать в себя различные жиры и влагу и через 5-7-10 лет заходя в квартиру вам будет казаться что вы в старом каком-то доме а здесь вот именно керамический кирпич и застройщик об этом позаботился площадь жилой комнаты 15,2 квадратных метра и я очень люблю показывать вам квартиры именно на стадии строительства где видно как и из чего все строится но здесь базовая отделка выполнена именно так между монолитом и газосиликатным блоком можно сейчас увидеть вот такие вот металлические вставки это закладные а также выполнен и демпферный материал так называемые мягкие связи они нужны чтобы в случае сейсмики а так как у нас в Краснодаре 7-9 баллов стена устояла в случае качения стена устояла позади меня есть отдельный угол здесь можно будет установить гардеробную либо поставить шкаф-купе и складывать там конечно же вещи здесь можно будет поставить кровать прикроватные тумбы повесить телевизор и комфортно проводить свое время при этом здесь установлена расширенная оконная рама поэтому света в квартире всегда будет достаточно и также у радиаторов конвекторного типа трубы отопления выходят из стены а я уже не раз рассказывал почему это хорошо а сейчас пойдемте посмотрим кухню площадь кухни здесь 9,7 квадратных метров и она правильной квадратной формы поэтому все здесь эргономично поместится обратите внимание также что вентиляционный канал на кухне выполнен тоже из бутового керамического кирпича стена между соседями выполнена из монолита поэтому на нее можно будет повесить крупногабаритную тяжелую мебель и звукоизоляция будет хорошая соседи слышно не будет здесь можно будет установить кухонный гарнитур либо гарнитур параллельно этой стенке поставить обеденную зону расположить стол стулья и обедать ужинать либо завтракать со своими родными также здесь есть и радиатор конвекторного типа и выход как раз на балкон идемте его и посмотрим площадь балкона здесь 3,8 квадратных метров для тех кто хочет расширить например зону кухни вот эту перегородку можно ее будет убрать тем самым расширив зону кухни за счет зоны балкона при этом его можно использовать так же как и рабочее помещение либо под зону отдыха если устанавливать здесь рабочее помещение можно будет установить стол повесить полки поставить стул и работать когда ваши родные отдыхают ну а так же если устанавливать и зону отдыха можно будет поставить кресло установить небольшой столик и комфортно здесь проводить время при этом при покупке квартиры площадь балкона считается по коэффициенту 0,3 то есть вы плачете не за все 3,8 квадратных метра а за треть этой площади Ну а сейчас давайте с вами посмотрим квартиру с ремонтом, потому что ее также здесь можно купить, и вы увидите, в каком виде будете получать ремонт после сдачи дома. Квартиру, которую мы вам покажем с ремонтом, это однокомнатная квартира площадью 33 квадратных метра. При входе в квартиру мы попадаем в коридор площадью 3,8 квадратных метров, и отсюда есть выход как в комнату, так же в кухню и в санузел. По отделке здесь на полу, единым контуром по квартире уложен ламинат, кроме санузла, он 33 класса. На стенах поклеены флизелиновые обои под покраску, можно будет покрасить абсолютно в любой цвет, а так же их можно будет мыть. И натяжные потолки с освещением. Двери здесь белые, стильные, с хорошей фурнитурой. А сейчас давайте пойдем посмотрим санузел. Площадь санузла в этой квартире 4,2 квадратных метра, и он идентичен тому санузлу в прошлой квартире, которую я вам показывал. Как я говорил, здесь все прекрасно помещается, то есть здесь установлена акриловая ванна, установили унитаз, раковину, и есть место и выводы уже под стиральную машину, а так же выполнены и розетки, их здесь три. По отделке здесь керамогранитная плита на полу, на стенах, а потолки здесь натяжные с точным освещением. А сейчас пойдемте посмотрим комнату. Площадь этой жилой комнаты 12,5 квадратных метров, и всю ту мебель, которую вы сейчас видите, ее также можно заказать вместе с ремонтом. Чтобы узнать, сколько это будет стоить, сколько будет стоить эта квартира в базовой отделке, сколько с ремонтом, сколько с ремонтом мебели, обязательно звоните мне потом по номеру телефона, который видите на экране, и я посчитаю для вас либо эту квартиру, либо ту, на которой мы остановимся. Ну а что по комнате? По отделке здесь все точно так же. На полу ламинат, на стенах лизелиновые обои, натяжные потолки, установлена люстра, и по ГОСТу здесь 4 розетки на комнату, а так же есть и 5-я под сплит-систему, откуда идут и трассы как раз под кондиционер. А сейчас пойдемте и посмотрим кухню. Площадь кухни здесь 11,3 квадратных метра, и как я говорил в прошлой квартире, что вот эту зону можно вот здесь будет установить либо кухонный гарнитур угловой, либо параллельно стене, как выполнен именно в шоу-руме. По эту сторону расположена обеденная зона, так же установлен стол, стулья, и здесь можно с семьей будет ужинать, обедать, либо завтракать. По отделке здесь также ламинат, обои, натяжные потолки, и отсюда же есть выход и на балкон, который вместе с вами мы сейчас и посмотрим. Площадь балкона здесь 4,2 квадратных метра, и как я говорил ранее, здесь можно будет расположить либо рабочую зону, либо зону отдыха, как здесь и сделали. То есть установили столик, поставили кресло, и здесь есть полочка, чтобы складывать либо книги, либо какие-либо еще вещи. Также в случае, если кому необходимо, можно эту перегородку будет убрать и расширить зону кухни, об этом я также уже говорил. Но по отделке здесь отштукатуренные стены, отштукатуренный потолок, и на полу уложена керамогранитная плита, а также полностью застекленный балкон. Ну что, друзья, подведем итоги. Жилой комплекс «Улыбка» состоит всего из двух жилых домов со своей закрытой территорией и шикарной детской игровой площадкой. Здесь также есть и спортивная площадка, которой такой площадки в принципе нет и в других жилых комплексах. И я думаю, вы со мной согласитесь, если вы следите за нами на YouTube-канале, вы можете понимать, что я владею всей информацией по всем жилым комплексам. Ну а что сказать по подземной парковке? Я также не встречал ни в одном другом жилом комплексе двухуровневый паркинг со своим гидравлическим подъемником. Ну согласитесь, это круто. Система БАС-АйПи. Современная европейская система контроля управления доступом, входные группы, подъезды, жилые этажи, квартиры, все эти инженерные сети и архитектура комплекса, она будет актуальна и через 5, и через 7, и через 10 лет. И дети сюда приходят играть, дети приходят играть из тех комплексов, в которых нету такой дворовой территории, где она скудная и все уже старое, сломанное, раскрашенное и все приходят сюда. Но в жилом комплексе улыбка, к счастью, закрытая территория. Поэтому обязательно, ребята, перед выбором квартиры нужно понимать плюсы и минусы каждого жилого комплекса. А чтобы это понимать, нужно иметь дело со специалистом. Поэтому звоните мне по номеру телефона, который видите сейчас на экране. Я обязательно вам помогу с выбором. Ну а также подписывайтесь на наши все социальные сети. Подписывайтесь на YouTube, на Telegram канал. Заходите к нам на сайт и обязательно пользуйтесь им, потому что цены, актуальные цены, наличие планировочных решений, шахматка, информация по жилому комплексу, там обновляется все ежедневно. Следите за нами, ставьте колокольца, чтобы не пропустить новое видео. Жмите лайки, пишите комментарии, понравился ли вам этот видеообзор. Ну а я буду с вами прощаться, друзья. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok